Жители города гуляют по торговому центру и не подозревают, что на парковке у машин их ждут судебные приставы, вооруженные специальным приложением по мобильному розыску. Буквально пару минут поиска и вот первая удача – должник, причем крупный. Вбиваем госномер, высвечивается задолженность на данном автотранспорте, которая числится задолжником. Вот сейчас мы обнаружили, что данный автотранспорт, на нем есть задолженность в сумме 388 605 рублей. Приложение не указывает, какой конкретно долг числится у владельца авто. Смотреть нужно в базе исполнительных производств. Выясняем, машина оформлена на юридическое лицо, которое должно другому юрлицу сумму с шестью нулями. У нас высвечивается, что должником является организация ООО «Промстрой», задолженность 388 тысяч с копейками и задолженность в пользу другой организации. Сейчас мы дождемся, когда мы уже знаем, кто должник, сейчас мы дождемся, кто подойдет к автотранспорту. А вот и владитель, ничего не подозревающий и, конечно, удивленный. Говорит, машина в лизинге. О долгах некоего юрлица, нынешний владелец и не подразумевал. Но незнание не освобождает от вины. Приставы принимают решение арестовать машину. С парковки она, конечно, уедет, но на ответственное хранение. Если долг превышает, ну там без разницы, есть разные долги, судебный пристав накладывает арест. То есть опись машины производит, все в акте указывает, то есть полная опись. Если это же, бывает в залоге машина, бывает просто. Ну то есть, если машина не в залоге, то цену сам пристав устанавливает. То есть у должника добровольный срок есть – 10 дней. Рейд осложняет то, что водителя, улеченного в задолженности, на парковке ждать можно очень долго. Действенных алгоритмов, как заставить нарушителя выйти к транспорту, нет. Поэтому поймают его или нет, зависит от того, у кого больше терпения – у должника или у приставов. Мария Смирнова, Антон Осипов, Эртова Иванова.